Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Наталья, и я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодняшнее видео будет о парфюмерии на лето, моя вторая, так скажем, часть, тот парфюм, который я использую в Подмосковье. Давайте так, посмотрите первую часть, я обязательно оставлю ссылочку, там я рассказываю про парфюмы, которые у меня на юге. И здесь, как бы в области, в средней полосе, так скажем, у меня абсолютно другие ароматы, другие предпочтения, потому что воспринимается все по-разному. Я иногда миксую, то есть иногда что-то увожу туда, что-то привожу сюда, но пока вот так, и пока я не определилась со своим единственным местом жительства, что имеем. Ну что ж, начнем, давайте с вами, я как обычно, да, по традиции все выписала с сайта Фрагрантик, то есть как бы чтобы у нас было на что опираться, про все ноты, про все как бы составляющие, и мы будем с вами оттуда как бы пользоваться этой информацией. Спасибо, что есть этот сайт, это очень круто, молодцы большие, кто придумал это, потому что для нас парфюманьяков это прям как такая палочка-выручалочка. Расскажу потом, почему я сейчас про это так говорю, потому что столкнулась недавно с очередным выбором, так скажем. Ну ладно, не суть, давайте начнем, и я хочу, давайте опять по возрастающей, по цене, наверное, будем с вами идти, и начну я вот с таких вот, с такой туалетной воды, это новиночка для меня, я недавно ее приобрела. Вот так вот она выглядит, флакончик, и что у нас пишут? Написано на Фрагрантик, что это вообще унисекс аромат, для меня это было как бы открытием, но как бы, когда я уже, ну вот то, что прочитала, я подумала, блин, а действительно, что-то в этом есть, то есть он действительно такой вот, знаете, легенький, это цитрусовый абсолютно аромат, юзу у него в верхних нотах, средняя нота мята и база мускус, он абсолютно несложный, для меня пахнет вообще лимоном, но юзу, я не знаю, что это, вот если честно, я не подготовилась, я не прочитала, что такое юзу, может быть юзу, это какое-то, наверное, цитрусовое что-то, да, и мне это вот чистый лимончик с мятой, то есть свежий-свежий аромат, я считаю, что летние ароматы должны быть или цветочными, или свежими, или фруктовыми, ну то есть такое вот, не должно быть никаких там душащих, удушающих вещей, и поэтому вот этот аромат, он прям вот супер-пупер летний, свеженький, да, и мужчинам я тоже, в принципе, вполне бы его могла рекомендовать, я даже теперь попробую предложить своему мужу его как бы на вкус, что он скажет, ну, в плане, понравится ему или нет, продолжаем дальше, я не буду сегодня очень долго тут разглагольствовать, и далее у нас аромат черри блоссом, это тоже oriflame, вот так выглядит флакончик, и этот аромат тоже написано, что это унисекс, но тут я не соглашусь, для меня это абсолютно женский аромат, я не представляю мужчину с таким ароматом, если честно, и поэтому, ну, как-то, хотя может быть, знаете, есть такие мужские ароматы, которые чуть-чуть где-то вот с такой ноткой присутствуют, что у нас тут, это абсолютно тоже цветочный, не тоже, это цветочный аромат, в верхних нотах здесь миндаль, в сердце тут вишневый цвет, и база это белый кедр, вот белый кедр, возможно, это что-то вот к мужскому, да, такое, но это вот цветочек, не как вот, не вот как вот вишня в цвету сакура, да, вот это вот, нет, это не то, это что-то миндальное, такое, какое-то вишневая косточка даже, я бы сказала, но он абсолютно нежный, и я бы его, наверное, все-таки отнесла к таким свежаку, так скажем, и мыльному аромату, вот для меня он мыльный, то есть он абсолютно нестойкий, он обычный, он вот такой вот дома, куда-то походить, где-то что-то выйти, может быть, на улицу, там, до магазина, до ближайшего дойти, он абсолютно, он тут такой вот, ни о чем, но приятный, приятный, то есть, как бы, он имеет место быть, я считаю, вполне себе достойненько, так, за те деньги, которые предлагает нам компания, как бы, да. Так, дальше пошли тоже Aliflame, Friends World, это Tropical Sorbet, новиночка, я, как бы, может быть, пару раз только попользовалась, для меня это абсолютно фруктовый аромат, это ревень, лимон, гуава в верхних нотах, я ощущаю прям сразу гуаву, это мне прям тропический, вот просто тупо тропический фрукт, средние ноты здесь у нас граната, ландыш и роза, я не ощущаю здесь ни розы, ни ландыша, ничего такого вообще, может быть, кислинка, граната есть, не знаю, и в базе кедр, мускус и амбра, ну, такая достаточно типичная база, да, такой интересный у него вот здесь дизайн, фруктовый, на, вот, пшикаться, пойти куда-то с друзьями, действительно, да, Friends, такой аромат абсолютно для вечеринок, для каких-то чего-то вот такого легкого, на море я его себе тоже отлично представляю, я, кстати, даже, по-моему, говорила, что вот, возможно, я его увезу на море, мне кажется, там он будет по-другому как-то играть, вот, и нравится мне, в принципе, тоже за свою цену, это вполне себе такой приятный аромат, попользоваться лето, весну, возможно, и забыть, как бы, да, благополучно закинуть его до следующего года, нормальный, хороший, рекомендую, в принципе, молодым девчонкам, наверное, вот, то, что вот еще вы когда не определились, он подойдет абсолютно всем, мне кажется, он понравится всем, такой вот он абсолютно не на любителя, обычный, стандартный аромат, фруктовый, повторюсь, так, далее у нас Экла Мадемуазель, это моя любимочка, цветочный аромат, я его уже так хорошо попользовала, он и весенний, и летний, так скажем, это абсолютный, просто вот в чистом виде жасмин для меня, я это много раз тоже говорила, когда какие-то снимала видео именно вот с ароматами, да, это прям жасмин, жасмин, и больше ничего, когда вы идете летом по городу, по Сочи, да, и вот эти вот цветочки жасмина только-только распускаются, и вот прям аромат с ветерком таким вот приходит до вас, и это вот оно, это прям вот абсолютный сочинский такой вот для меня аромат, и я его сейчас тоже туда увезу, заберу, и сейчас этот аромат, кстати, идет в подарок новичку, так, что у нас тут пишут, давайте почитаем, цветочно-фруктовый, верхняя груша, белая фрезия и яблоко, может быть, что-то вот, мне какими-то вообще персиками почему-то пахнет, может быть, это груша так отдает, средняя нота, жасмин, роза, кибискус, розу я вообще здесь не ощущаю, кибискус, ну, может быть, да, где-то, но вот для меня чистый жасмин, и в базе тут палисандр, амбра и мускус, палисандр я не знаю, что такое, поэтому мне сложно как бы говорить, я его нигде вот не выделяла никогда для себя, очень приятный аромат, вот просто очень приятный, я тоже уверена, что многим женщинам такого вот моего возраста, где-то чуть помладше, чуть постарше, в принципе, на такой средний нормальный возраст, да, такой наш, я его прям вот рекомендую, он классный, он девчачий даже где-то чуть-чуть, ну, очень интересный, хороший, и он приятный, он комплиментарный, по-любому, у вас спросят, чем от вас пахнет, потому что вот это вот, да, так, ну что, с Алифлейм мы закончили, давайте, я как бы не знаю и не помню, что, сколько стоило вот это дело, это такое, такая штука, это масло из Египта, привезенное лет 15 назад, была у меня коробка, шесть там, по-моему, масел было вот таких вот целых, это именно лотос, вот даже подписанный какой-то, ну, это моя рука подписанная, я прям помню, как это все наливалось, как это все делалось, вот это тоже летний аромат, и мне очень сложно, конечно, вам его будет описать, но это вот для меня такое воспоминание, да, пусть он стоит еще долго, я его как бы мало-мало расходую, но это настолько греет мою душу, что когда-то, где-то, да, я была там, и вот эти все путешествия, конечно, очень круто, это должно быть такое, знаете, такие вот ароматы должны присутствовать у нас, для того, чтобы просто оживлять что-то в памяти даже, очень крутой, он такой нежный, конечно, я не буду вам его не описывать ничего, просто вот как бы вот так вот поделилась своей такой душевной штукой, так, далее, далее, Кейлин Кляйн, у меня вот такой аромат, ему уже лет, так, давайте сейчас я вспомню, лет, наверное, пять лет ему или шесть, короче, здесь уже прям, ну вот, почти конец, почти конец, пришел ему где-то вот так вот во флакончике, тут сотка, даже, по-моему, больше, сто пятьдесят, боже мой, сто пятьдесят миллилитров аромата, представляете, я почти весь израсходовала, но это бюджетный аромат, я его брала в Дьюти Фри, когда летала в Чехию, почему вот и помню, да, откуда он, то, что я летала в Чехию в четырнадцатом, ой, в шестнадцатом, в шестнадцатом году, значит, ему четыре года, да, потому что в шестнадцатом году у меня у брата была свадьба, я еще тоже помню, ладно, так, этот аромат цитрусовый, вот этот аромат, я бы тоже сказала, что он унисекс, вот мне вот отдает он чем-то мужским, я очень люблю мужские ароматы, и мне как бы нравится, когда в женском есть такая нотка чего-то чуть-чуть терпкого, он абсолютно, как бы я его узнаю, вот этот аромат по-любому, да, он такой узнаваемый, он, значит, что у нас тут в верхних нотах сицилийский бергамот, розовый грейпфрут и лист красной смородины, вот абсолютно, да, вот верхние ноты сразу бьют в нос, и этот бергамот, и, ну, со сладостью, вот эта вот сладость, она везде присутствует, то есть оно цитрусовое, но со сладкой какой-то, может быть, деревяшкой, сейчас я посмотрю, не помню, есть тут деревяшка или нет, так, в средних нотах орхидея и кактус, не знаю, как пахнет кактус, реально, не знаю, как пахнет кактус, может быть, это вот дает мужское что-то, и в базе здесь амбра, красный кедр и ваниль, вот ваниль, вот эта сладость ванили, но она, почему я его отношу, этот аромат к летним, вообще он как бы на любое время года, давайте так, его и зимой, и летом, ну вот как бы и унисекс, и на любое время года для меня, да, но для того, чтобы быть мужским, он слишком, наверное, сладковат, все-таки много в нем ванили, но вот это вот нотка какая-то, ну вот он кедр, да, красный кедр, мужская вот эта вот, очень приятный, но 150 миллилитров, надоел жутко, просто я понимаю, что мне как бы его надо добить и засходовать, и возможно я даже буду по нему скучать, но мне уже хочется добить флакон, просто чтобы, ну вот добить, так что да, буду стараться в этом году допользовать его, но он у меня стоит тут, и на юг я его даже не увозила, я не представляю, как он там будет раскрываться, может быть там я что-то услышу другое, мне кажется, он для юга даже будет тяжеловат, почему вот я говорю о том, что по-разному, да, я воспринимаю ароматы, потому что здесь на прохладе, как бы, да, тут лето такое, ну 20-23, вот сейчас сегодня 22 было с утра, да, начало августа, и здесь как бы вот это все классно слушается, да, классно ощущается, а когда ты на юге, тебе хочется, ну вот какое-то вот что-то такого, да, и все, и больше ничего, ну может быть там какого-то цветочка еще, да, вот этого, но и то может быть тяжеловато, да, где-то может удушить, ну вот этот, мне кажется, нет, туда он не пойдет, только если на какое-то другое, на другое время года, если на юг, а тут отлично просто заходит, так, ну и напоследок, ох, сейчас я вам расскажу очень интересную, захватывающую душечипательную историю, тададам, манталия, 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 это было так, я пошла в магазин, у нас тут есть местный магазинчик, тут сотка, 100 миллилитров, это аромат powder flowers, пудровые, короче, цветы, значит, я пошла в магазин, городок у нас небольшой, так скажем, да, и частенько в этом магазине я как бы ловила такие вообще цены, что это просто, ну, надо брать и бежать, вот понимаете, и тут этот аромат я поймала просто за копейки, я даже не буду говорить о сколько я его купила, потому что это, блин, караул, значит, потому что у него якобы там истекает срок годности, по сроку годности действительно он 0,820, то есть он уже как бы подошел, но это тот случай, когда я схватила без затеста, не зная что там, не зная что как вообще, я, значит, пишу, не помню, звоню, фоткаю подруге и говорю ей то, что давай срочно просто открывай фрагрантик, это вот я к тому, что как этот сайт помогает, да, определиться, срочно открывай, смотри, читай, говори, советуй, потому что, ну, это за смешные деньги, что делать, вот, и мы с ней, в общем, я там, я его схватила, потому что он был последний, естественно, стоял, я его схватила, ходила, это классно, манталечка, у меня есть в Мантале Intense Cafe, я его очень люблю, он у меня как бы такой, ну, он, естественно, зимний аромат абсолютно, значит, и что, а, я ходила по магазину, подмышкой держа этот аромат, грубо говоря, и там ждала, когда она мне что накидает своих каких-то мыслей по этому поводу, и прочитает, да, фрагрантик и скажет что-то как-то, тут такая вот открывашечка, кто не знает, очень интересный, да, вот этот стоппер, так скажем, а, ну, и сама вот этот вот мешочек тоже очень классный, ну, то есть, такое минишное, по поводу того, что это подделка, нет, это не подделка, сто процентов, я как бы в этом уверена, потому что, ну, я проверила на сайте, там, ну, я уже просто там уже брала, в этом же магазине, поэтому я знаю, что это не подделка, так, по поводу аромата, вот тут такое, когда его пробуешь из вот флакона, это что-то кажется, что, ну, бабушкин сундук, реально, я даже сначала такая думаю, ну, ладно, и мы когда с ней читали вот этот фрагрантик, я у себя, она там, у себя, я понимала, что это, ну, как бы на любителя, но все, вообще все ароматы мантали, это очень на любителя, я считаю, это цветочный аромат, здесь есть роза, жасмин, асмантус, белый кедр и бобы тонко, я как-то говорила о том, что я в мужских ароматах, вот именно, да, возвращаемся к тому, что я очень люблю мужские ароматы, когда там присутствуют бобы тонко, я в женских, я не помню, где-то, может быть, я их встречала, но не обращала на это внимание, сейчас я на этом прямо акцентирую свое внимание, когда я уже, да, выбираю аромат, и здесь вот эти бобы тонко, они настолько вот придают какой-то изюм вот этот, о, это просто класс, и что хочу сказать, значит, из флакона нет, вообще нет, когда только нанесли, вот прям просто руку нюхать, нет, тоже абсолютно, но когда вот проходит полчасика где-то вот примерно так, как же он бомбически пахнет, это такая пудровая, действительно, пудровые цветы, но с каким-то таким нежным-нежным прям подтоном, так скажем, это очень приятно, он невероятно вкусно пахнет на моей маме, вкуснее, чем на мне, даже мой муж это заметил, когда мы, короче, у меня там с пролисием, то есть получилось, что я этот аромат себе купила на, как бы, на диплом, так вот скажем, да, и мы обмывали мой диплом, и все, как бы, пробовали, тестировали этот аромат, как бы, невестка, она помоложе, она, как бы, скрючила нос, сказала, что это за фу, а моя подружка, которая, да, парфюмерный маньяк, она, конечно же, оценила, и очень сильно понравилось моей маме этот аромат, естественно, я, конечно же, им буду делиться с ней, мне не жалко, тут сотка, как бы, и по стойкости это просто бомбический аромат, он стойкость, я не знаю, на следующий день точно вы будете пахнуть, но вот от кожи, когда вы его ощущаете, это одно, но вот когда он на одежде, это вот как из флакона, не так приятно, как от кожи, и на каждой коже он раскрывается по-разному, это так здорово, это так интересно, я очень люблю такого рода ароматы, чтобы они были не, ну, как бы, не плоскими, да, чтобы они вот были, как-то играли, чтобы было интересно его вот слушать, вдыхать, разбирать, это классно, так что поэтому я считаю себя, конечно, маленькой маньячкой, маленькой ненормальной, чтобы покупать аромат вообще абсолютно без аттеста, не зная, что там, но тем интереснее, да, жить, и тем интереснее все вот это вот бьюти-маньячество, так скажем, парфу-маньячество, так что вот, такая у меня радостная штука, и он, я бы его не назвала прям летним-летним, но он абсолютно нормально переносится вот здесь, в этом среднем, опять же, да, в этой полосе нашей, ну, как это, ну, вообще какая у нас, ну, Москва, да, Москва-Подмосковье, то есть на этот климат супер, вот на юге, я не знаю, мне кажется, там от него можно маленечко чуть-чуть подзадохнуться, но буду пробовать, возможно, я его куда-то отолью, да, какой-то маленький свой атомайзер, и будет у меня там как бы его миниатюрка, чтобы я поняла, подойдет он мне там или нет. Так, ну, в общем, наверное, все, на сим прощаюсь с вами, не прощаюсь, нельзя говорить прощаюсь, на сегодня я с вами прощаюсь, и я хочу вам пожелать, да, таких вот открытий интересных, потому что это здорово, когда ты что-то находишь, находишь интересное, и у тебя такое счастье, такое кайф, какой-то в этом есть вообще, какой-то, какой-то микрооргазм, короче. Вот, спасибо большое, что были со мной, спасибо, что послушали меня и мои ароматы, да, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на меня тут и в инстаграме, будет много еще чего интересного. Пока-пока!